И еще один шаг навстречу миру и снова со стороны Баку. Азербайджан в качестве меры гуманизма не раз передавал армянской стране военнослужащих, участвовавших в военных провокациях, а также гражданских лиц, перешедших границу. Вот и на этой неделе мы передали российским миротворцам армянина Сурика Мативасяна, который, заблудившись, пересек границу в направлении Лачинского района Азербайджана. К сожалению, в Армении такие шаги остаются без ответа. Там, напротив, продолжают накалять обстановку. Провокации на границе продолжаются. У нас есть погибшие. Потери есть и у армянской стороны. Тем не менее, таких ситуаций быть не должно. Что же говорят жители приграничных сел? Армянские СМИ провели опрос в Басар-Кичаре, который армяне переименовали в Арденис. Для чего вы приехали сюда? И зачем опять снимаете нас? У нас все хорошо, и по ночам спим очень спокойно. Никаких выстрелов не было со стороны азербайджанцев. Дайте нам спокойно жить. Каждый раз приезжайте сюда, снимайте нас, а потом дайте ложную информацию. Якобы у нас все плохо. Вам нужно было в свое время встать рядом с нашим премьер-министром и помогать ему, а не критиковать его. Зачем я должен бояться, когда у нас все спокойно? Мой сын служит на границе и говорит, что и там все хорошо. Мы здесь живем и никуда не собираемся уехать. Мы проголосовали за Никола Башиняна. Верим его словам, что у нас есть будущее. Слава Богу, у нас все очень хорошо. И зачем вы опять приехали сюда? Поверьте, что живем просто прекрасно. У нас нет никаких проблем. Конечно, у нас есть будущее. Мы верим нашему премьеру. Уверены, что в нашей стране все будет хорошо. Спасибо. contr space. Давайте. А мы очень хорошо. Продолжение следует...